Сейчас я бы хотел рассмотреть более сложный метод выделения, который используется для вырезания сложных и, как их еще называют, лохматых объектов. В данном случае мы попробуем вырезать объект, включающий в себя волосы. Давайте откроем файл. Это будет файл этой девушки. Он очень показательный, потому что у нее есть волосы, которые будут очень трудно поддаваться вырезанию вот эти вот моменты. Особенно, если мы захотим поменять фон на наши фотографии. Ну и для примера, для рассмотрения какого-то рабочего и туда, давайте мы попробуем поменять сзади небо и будем использовать для этого вот и тут небо, которое есть на этой фотографии. Выделяю небо, копирую и вставляю соответственно на наши фотографии. Расположим небо соответствующим способом, с помощью клавиши Ctrl-T. и возможно вот в таком вот виде небо будет смотреться уже гораздо более привлекательно, если мы соответственно вырежем модель, стоящую на переднем плане. Итак, способ довольно сложный в понимании, поэтому нужно будет записывать все, что будет происходить на экране. И первым делом я делаю копию и располагаю ее выше нашего неба. И сделать вот этот вот серый фон более светлым. Это инструмент напоминаю, что кисточка должна быть очень мягкой, чтобы воздействие было совсем-совсем небольшое. И прохожусь по границам, чтобы восстановить волосы в тех местах, где вы могли их случайно задеть. Обратите внимание, что кисточка должна быть опять же очень и очень мягкой. И как видите, волосы у нас начинают приобретать довольно темный оттенок на фоне темного неба. В принципе, то самое, к чему мы и стремились. И как видите, волосы проявляются у нас из тех моментов, где они казались бы уже совсем потерялись. Не очень тонкий момент, такой глаз. И так далее. И так далее. И так далее. Итак, этот способ был довольно сложный, но этот способ хорошо работает не только в случае, когда вы оставляете модель на прежнем фоне, но и тогда, когда вы перемещаете модель совершенно на другой фон, не смотря на то, что он даже темный или светлый, этот способ все равно сработает. И так смотрим. И так смотрим. Было до. И, соответственно, теперь после. И рассматриваем моменты по вырезанию волос. Один. Один. Но. И. 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 И.